Здравствуйте, уважаемые участники вебинара! Сегодня я хотела бы провести с вами вебинар по теме «Как использовать арт-терапию психолого-педагогической деятельности с детьми и взрослыми». Здесь, я думаю, на вебинаре собрались сегодня психологи, учителя, а может быть даже и родители. И сегодня я хотела бы вас познакомить с техникой, которая называется «Монотипи». Она несложная, ее могут использовать родители с детьми, можно использовать учителям при коллективной работе с классом, с классным коллективом, можно в индивидуальном порядке, в групповом, а также, конечно, для психологов данная техника многогранна. Я предлагаю вам ее использовать. Почему? Потому что, используя данную технику, можно провести хорошую диагностику. Проведя диагностику, мы можем определить запросы клиента, далее мы можем провести коррекцию. И данная техника «Монотипия» используется еще как ресурсная. Вот сегодня я вам немного расскажу о бартерапии, затем мы проведем практическое занятие, и я думаю, что-то у нас с вами получится, картинка, рисунок, и попробуем посмотреть, в каком плане она у нас будет, в диагностическом, где-то, может быть, и успеем коррекцию провести, или она для кого-то будет ресурсной. Слайд, я думаю, вам виден. Я думаю, с арт-терапией многие из вас знакомы, да? Мы с вами знаем, что арт-терапия, данное понятие произошло из таких терминов, как искусство и терапия. И арт-терапия применяется в психотерапии и в психологической коррекции. И она основана в основном на применении искусства и творчества. А в узком слове, если мы рассматриваем арт-терапию, обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством. И цель которой мы в результате проведения арт-терапии, мы воздействуем на психоэмоциональное состояние клиента. Арт-терапия, она использует творчество для того, чтобы улучшить состояние человека, для того, чтобы он смог осмыслить свои переживания. Часто бывает, что люди не могут даже внутри себя понять, что именно с ними происходит. И тем более, они даже иногда не могут подобрать правильные слова, когда обращаются к специалисту-психологу. И арт-терапия, она поможет найти глубинный запрос. Арт-терапия позволяет человеку без слов выразить эмоции и чувства, разрешить внутренние конфликты и даже проблемы, развивает навыки межличностного общения, управляет нашим поведением, также уменьшает стресс и повышает нашу осознанность. Арт-терапию использую, когда мы применяем арт-терапию, мы можем использовать разные формы изобразительного искусства. Это может быть живопись, это может быть рисунок, можно использовать коллаж, фото, фотографии, скульптуру, можно использовать и пластилин, то есть глину, цветной песок. Можно всё использовать. Плюс данного подхода, арт-терапия, что она даёт? Клиенту не нужно уметь рисовать или даже не нужно обладать каким-то талантом художественным. Даже если он совсем не умеет рисовать, он всё равно, всё равно данная техника для него будет очень полезна. Арт-терапия. Как работает арт-терапия? Когда мы используем арт-терапию, это всё-таки творческий процесс. Этот процесс очень безопасный способ выразить свои внутренние переживания. Когда клиент создаёт какую-либо картину или, допустим, скульптуру из глины или из пластилина, или просто поделку, они могут анализировать свои чувства, которые возникают в процессе изготовления данной картины или скульптуры. И результат, конечно, будет то, что появляется эмоциональное состояние, стабилизируется, стресс у нас уменьшается. И, конечно, изучая это искусство, люди могут искать различные темы, они могут искать внутриличностные конфликты, которые могут влиять на их мысли, эмоции и поведение. Когда арт-терапевты применяют данные техники, они понимают, какое значение может играть в терапевтическом процессе цвет, текстура, различные художественные средства. И арт-терапевты знают, как эти инструменты помогают раскрыть чувства клиента, его психологическое состояние, умеют подбирать специфические способы арт-терапии для конкретного состояния клиента, для конкретного запроса клиента. Вместе с созданием искусства арт-терапевт может использовать в сеансе терапии даже методы релаксации, метод визуализации или свободное воображение. Арт-терапевт, он создает безопасное, поддерживающее пространство, чтобы повысить человеку, помочь или позволить человеку справиться с его сложными эмоциональными проблемами. Как мы уже с вами на первом слайде увидели, как образуется понятие арт-терапии. Арт-терапия на сегодняшний день, она объединяет психотерапию, психологическую терапию и изобразительное искусство как самостоятельную форму терапии. На сегодняшний день даже медицинские работники, психотерапевты, многие обучаются и становятся арт-терапевтами и применяют успешно в своей профессиональной деятельности. Также очень много художников, которые становятся арт-педагогами, работают с детьми, подростками, взрослыми людьми. Что же сочетает в себе арт-терапия? Это индивидуальная терапия, то есть индивидуально можно работать с клиентом, можно работать в группе, допустим, до 6 человек, до 12, до 15. Но бывает, что если, скажем, арт-терапевт как бы владеет всеми навыками, он может и с большой группой работать, с большой аудиторией. Можно применять в системной семейной психотерапии, также в когнитивно-поведенческой терапии. Арт-терапия, она подходит для работы со множеством психических состояний и переживаний, в которых находится наш клиент. Это может быть стресс, беспокойство, тревога, депрессия. Это могут быть проблемы в семье, может быть в отношениях. Это может быть посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство пищевого поведения, проблемы, связанные со старением. То есть арт-терапия, она используется в работе не только с детьми, но и с подростками, и взрослыми людьми, и пожилыми. Ну а вот если сегодня по последним таким практическим методам, которые мы используем, арт-терапия успешно работает с участниками СВО, то есть люди, оказавшиеся в горячих точках, которые участвуют в боевых действиях, арт-терапия, она очень хорошо помогает привести психику человека в норму. Далее здесь вот еще перечислено, по каким запросам вы можете ознакомиться. Это и межличностные конфликты, это и чувство одиночества, и сниженное настроение, может быть негативная там я концепция, низкая самооценка, страхи, хобби. То есть на каждый запрос есть различные методики и техники работы в арт-терапии. Если мы рассматриваем использование арт-терапии именно в работе со взрослыми людьми, допустим, переживающие травму, то обнаружили, что арт-терапия, она значительно уменьшает симптомы травмы и снижает уровень депрессии. Также данный подход эффективно помогает пациентам, которые проходят лечение от онкологии, онкологические заболевания, улучшает качество жизни и пытается облегчить психологические симптомы, которые вызывают данное заболевание. Также исследования показывают, что арт-терапия уменьшает депрессию. Она помогает повысить самооценку пожилых людей, живущих в домах престарелых. Однако были исследования, что при некоторых психических заболеваниях арт-терапия неэффективна. Исследования вы также можете почитать. В 2019 году обширное исследование было, метаанализ он представлен в статьях научных, показал, что арт-терапия не помогает уменьшить симптомы шизофрении. Однако, несмотря на такое исследование, с психическими заболеваниями, арт-терапия все-таки применяется. применяется, и у меня вот практические случаи есть. Я работаю с данной категорией людей, и если там низкий уровень развития заболеваний, то эффект есть в применении арт-терапии, но совместно со специалистами, с психотерапевтами, с клиническими психологами, то есть работают в команде со специалистами. Результаты есть. Следующее, на чем я хотела бы обратить ваше внимание, почему рисование дома не заменит работу со специалистом по арт-терапии? Конечно же, мы с вами можем использовать ежедневно, где-то 15-20 минут, отводить на арт-терапию, просто рисовать. Если мы желаем, мы можем рисовать цветными карандашами, если есть желание, мы можем рисовать акварельными красками, можем гуашью, то есть тот материал, какой у вас есть, можно использовать. Применяется домашняя арт-терапия, она помогает разобраться с последствиями, с последствиями, а вот с причинами возникновения проблем, с причинами запроса, допустим, запроса у клиентов по разным психологическим состояниям, запрос эффективнее, конечно, работать с арт-терапевтом. Почему? Потому что если в домашних условиях мы занимаемся арт-терапией, первый плюс – это способ заботы о себе, то есть мы свой эмоциональный фон, что делаем, приводим в норму. Второй – это способ войти в состояние потока. Войти в состояние потока, можно сказать, что как бы ресурсная арт-терапия. Третий – это способ отвлечься от мыслей, которые вызывают волнение и которые бывает очень сложно остановить, но нужно принять какое-либо решение. А для того, чтобы выбрать правильный путь, правильное решение, мы можем что сделать? Порисовать для того, чтобы успокоиться, прийти в норму и адекватно, осознанно решить поставленную задачу или решить какую-то проблему. Иногда, ну не иногда, а часто спрашивают, допустим, даже клиенты бывают, если я им предлагаю, давайте мы с вами поработаем, используем технику арт-терапии, многие говорят, а я не умею рисовать, или я не люблю рисовать, или я не хочу рисовать, тогда мы применяем другие инструменты. Но бывает так, что даже клиенты, которые не любят рисовать, никогда не рисовали, но видят на столе лежит бумага, А4, да, или альбомные листы, лежат карандаши, краски, то бывает, что они сами просто берут этот лист и начинают там рисовать. Это могут быть фигурки или может быть какие-то символы, то есть это говорит уже о том, что человек, что делать, принимает данную технику, он уже готов работать. Поначалу этот подход может показаться, конечно, неестественным, то есть каким-то детским. Это происходит потому, что мы не привыкли общаться с помощью искусства. Человек вообще привык, что делать? Логически, осознанно, что делать? Контролировать себя, контролировать свои действия, контролировать свое поведение, а когда мы берем в руки цветные карандаши, краски, на холсте там или на бумаге, мы что-то рисуем, мы не можем контролировать. Почему? Потому что идет какой-то поток. Это происходит потому, что мы не привыкли общаться с помощью искусства. Мы же стремимся, бывает, сразу создать какой-то шедевр, чтобы наша картина была красивой. А если, допустим, мы не можем объяснить то, что мы нарисовали, и бывает, что мы даже иногда боимся выражать себя в искусстве, арт-терапевт в этом случае помогает клиенту постепенно освоить с этой вот какой-то новообретенной формой самовыражения. И в процессе работы, конечно, человек может создать красивый рисунок или создать другую работу, но это не цель работы с арт-терапевтом. Работа с арт-терапевтом не является целью создать какой-то красивый рисунок. Как в процессе арт-терапии мы стабилизируем психоэмоциональное состояние человека. Иногда возникает такой вопрос. Арт-терапевт учит клиента рисовать? Многие клиенты думают, что сейчас занимаясь арт-терапией мы будем учиться рисовать. На самом деле нет. Арт-терапевт не учит клиента рисовать. Как правильно рисовать там людей, натюрморт, использовать цвета, тень, какие-то другие навыки. Этому всему учат в художественной школе. Для арт-терапии это специфические художественные навыки данные, они совершенно не нужны. Данный подход позволяет клиентам сосредоточиться именно на своем внутреннем опыте, на своем воображении, на своих чувствах. Арт-терапевт поощряет человека создать рисунки, которые отражают их внутренний мир, а не просто изобразить какой-то внешний мир. Где и с кем мы можем использовать техники арт-терапии? Арт-терапия в стационарах, в школах, в общественных организациях, в приютах, также в частной практике. В этих местах люди могут заниматься арт-терапией, то есть клиентов. Индивидуально в группе группа может быть открытой или закрытой, она может быть онлайн или оффлайн, и проводится она только с одной целью. Для всех или, собственно, для каждого участника здесь, конечно, доступны разные варианты арт-терапевтических занятий. Эти виды арт-терапевтических занятий, они, конечно, зависят от запроса. Какой запрос у клиентов, у учащихся. И сегодня я хотела бы, так, здесь я вижу вопросы, если вам не сложно, вы, пожалуйста, вопросы, у нас же здесь есть вкладка вопроса, пишите туда, потом я постараюсь на них ответить. Хорошо? Сегодня к занятию вам нужно было подготовить два альбомных листа или бумага А4, краски, стаканчик для воды. Сегодня я хотела бы с вами провести технику, которая называется монотипе. Здесь вкратце я вам немножко поясню. Может быть, кто-то и знаком с данной техникой. Если знаком, поставьте, пожалуйста, плюсики. Может быть, кто-то и использует. И еще я хотела бы спросить, среди нас есть практикующие психологи, которые используют арт-терапию? Хорошо. Используем, да? В детском саду, с детьми. Кто-то даже курсы прошел. Хорошо. Техника монотипи. Монотипи в переводе с греческого языка, вот дословно, если перевести, означает один отпечаток. Но, судя по историческим данным, данная техника зародилась далеко не в Греции. Первые вообще оттиски, вот именно гравюр на черном контуре, они появились в 11 веке в Китае. Это были простейшие виды монотипи. То есть первые оттиски, первые гравюры, они встречались в 11 веке в Китае. И потом как бы только курсы, Монотипи это отличный способ, что сделать? Развивать творческие способности как для взрослых, так и для детей. Монотипи многогранный вид искусства. Авторы используют различные техники, приемы, которые помогают наиболее точно передать идею художника. В данном случае, когда мы создаем и работаем в технике монотипи, художником является тот, кто, скажем, работает с красками, с луашью, с бумагой, мы сейчас с вами будем художниками. Монотипи это не просто техника рисования, так как сегодня она является разновидностью арт-терапии, разновидностью арт-терапии, которая будет полезна абсолютно всем, кто нуждается в стабилизации психоэмоционального состояния. Психоэмоционального состояния. Такой метод психотерапии, давно уже полюбился психологами, ведь если его правильно применять, он принесет очевидную пользу. Пользу в виде снятия эмоционального напряжения, развития индивидуальности, укрепления межличностных связей, актуализации чувств, развития мышления, креативности и спонтанного самовыражения. Вы можете взять пособие Киселева и познакомиться более углубленно с техникой монотипии, с видом арт-терапии, как метода психотерапии. Так, и на этом наши слайды с вами завершены. И сейчас мы с вами проведем технику монотипии. Вам нужно будет взять подготовленные ваши листы. Техника монотипии, она выполняется в нескольких вариантах. Можно использовать бумагу. Если, допустим, это дети в детском саду, то мы используем плотную бумагу. Но обычно я вот использую бумагу для акварели. У меня разум есть в книжных магазинах. Почему бумага для акварели? Потому что нам нужна плотная бумага. Если мы используем А4, она намокает, сворачивается и оттиск так вот хорошо не получается. Альбомный лист, он тоже как бы по плотности тоньше, чем для акварели. то, что есть сейчас, то и используем. Берем лист бумаги. Это первый вариант работы с бумагой. На бумаге мы будем наносить рисунок. Второе, можно использовать органическое стекло. Может быть, кто-то использует органическое стекло. Обычно в детских садах бывают небольшие 20 на 10 сантиметров из органического стекла выполнены. Почему? Потому что дети наносят краски на это органическое стекло, создают картинку и потом очень хороший оттиск получается. Если нет органического стекла, то можно использовать вот такие, скажем так, различные пластиковые пленки. Они плотные, разные. Это как подкладку можно использовать, но мы берем оборотную сторону, можем на нем тоже нарисовать, нанести какой-то рисунок и потом получить оттиск. То есть, если вы в дальнейшем будете использовать данную технику, а я думаю, будете использовать, потому что она не такая сложная в исполнении, но по крайней мере, вы, выполнив данную технику, получите очень много информации, если у вас есть психологическое образование, но если вы, допустим, учитель, то также вы можете узнать о состоянии вашего ученика, помочь ему преодолеть какие-то трудности. Какие трудности ему мешают, ребенок может даже не осознавать не понимать, а при помощи рисунков вы можете увидеть. Родителям можно вместе с детьми что делать? Рисовать, выходить в ресурсное состояние, объединять семью, да, и как бы находить ключик к сердцу ребенка, чтобы ребенок доверял, потому что это очень важно, особенно в подростковом возрасте, чтобы значимым человеком был не какой-то взрослый человек, а все-таки чтобы дети доверяли родителям. Нужно вместе, вдвоем рисовать, создавать один рисунок и работать. Готовы, да? Для практической работы берем лист бумаги, который вы приготовили, берем лист бумаги, сейчас нужно вам сосредоточиться, вы можете сделать глубокий вдох, вдох брюшной полностью, можно даже встать, сделать глубокий вдох, выдох, три раза, вдох, выдох, вдох, выдох, теперь присесть, внимательно посмотреть на чистый белый лист бумаги, смотрите, пожалуйста на свои краски, гуашь, что вы приготовили, посмотрите на эти цвета, вы можете закрыть глаза и представить, какие бы цвета вы сейчас использовали из того, что стоит там перед вами, подумайте, что бы вы нарисовали, что вам хотелось бы сейчас на листе изобразить, какой поток, куда вас сейчас понесет, постарайтесь заглянуть внутрь себя, если вас что-то тревожит, вы можете сосредоточиться на этой тревоге, и попытаться нарисовать на листе это, что у вас тревожит, если у вас сейчас спокойное состояние, подумайте, какие бы цвета вы использовали и что бы вы нарисовали, представили, визуализировали картинку, а теперь берем кисточки и наносим цвета, которые вы выбрали, на лист бумаги, вам нужно нанести рисунок, чтобы он был мокрый, мокрый, почему, потому что когда вы подготовите свой рисунок, он у вас должен быть влажным, мокрым, берете второй лист бумаги, чистый белый, и накладываете на него, то есть на одном листе вы нарисовали, второй потом накладываете, прижимаете, прижимаете, и работать будем с оттиском, что у вас получилось. задание на чистом листе бумаги изобразить то, что вы вообразили, то, что представили. Если у вас нет там какого-то силуэта, какого-то образа, вы можете просто те цвета, которые вам понравились, их нанести. Если у кого-то там вырисовывается какой-то силуэт, может быть, пейзаж какой-то рисуем. Когда вы создаете картину, мокрый рисунок, сфотографируйте, пожалуйста, этот рисунок первоначальный, а потом только второй лист прикладываете, и чтобы получился оттиск. сфотографируйте. 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 когда вы будете готовы для создания картины, в принципе, когда вы работаете с детьми, можно где-то в течение 10-15, иногда 20 минут дети, дошкольники работают, их этот процесс очень увлекает, они в процессе могут даже еще что-то дорисовывать со взрослыми клиентами, со взрослыми людьми, ну, где-то да, минут 20-15 для создания бывает достаточно, потому что для нас важно не то, что там изображено, а мы работаем с оттиском, с отпечатком, что получилось. Когда вы будете готовы, когда у вас будет создана картина, вы мне, пожалуйста, в чате отметьте. Татьяна, у нас будет возможность включить видео, вот, допустим, участников, может быть, кто-то пожелает показать рисунок. Будет такая возможность? Ага, в эфир не выводим. Так, а загрузить фото-рисунка невозможно будет? Допустим, они файл скинуть смогут, фото, в чат, чтобы потом посмотреть, что у них получилось. лучше всего сделать это не в процессе вебинара, а уже можно будет в группе, где идет трансляция, разместить в комментарии, например, образцы. У нас так делали коллеги, это очень интересно было, потом уже после вебинара прикрепляли свои образцы в комментарии, и вы сможете посмотреть, и другие коллеги смогут посмотреть вот здесь идет трансляция, и там в комментариях можно прямо даже сейчас в режиме реального времени прикреплять. Просто из вебинара мы это не увидим, а зайдя в группу спокойно можно будет посмотреть. Хорошо, поняла. Я просто думала, если, допустим, наши участники покажут, можно было сразу по ходу и коррекцию провести, показать, как это работает. Если есть возможность, вы фото можете прикрепить. Так, здесь написали, что готовы, то есть вы создали мокрый рисунок, картинку, да, а приложили сверху чистый лист. Так, оттиск мы сделали, подождите, пусть все подсохнет, пока ничего не дорисовываем. пока не дорисовываем, только оттиск. Так, вот Юлия Попова, у меня есть образцы работ, но я решила их не демонстрировать, вчера я подборку сделала, там у меня рисунки есть клинические случаи, как бы я не хотела бы их распространять, хотя согласие я получила, но вчера еще раз пересмотрела, там клинические случаи, и пока, скажем так, я не готова их показать и распространить, я просто готовлю учебное пособие, и эти рисунки там хочу разместить и описать, чтобы посмотреть, посмотреть, так, здесь у меня кто-то в группу скинули, да, так, вы получили, всем нарисовали? вот с рисунком, вправили, смотрю, его врачей, когда возможность будет, получится загрузить. Так, конечно, сейчас это другая система, рисунок я бы вывела, но я сейчас боюсь даже трогать, что-то здесь вдруг меня выбросит. Так, вы нарисовали первый рисунок, первый рисунок, посмотрите внимательно на него, вы же когда представляли, воображали, дайте название этому рисунку, первому рисунку, мокрый рисунок, он же у вас подсох, подпишите его, какое название вы дали бы. и теперь вы получили оттиск отпечаток, да, отпечаток. Подождите, когда он у вас немножко подсохнет, подсохнет, затем вы этот рисунок, пожалуйста, рассмотрите. Вы можете его разворачивать, там, да, допустим, вертикально, горизонтально, переворачивая рисунок, посмотрите, пожалуйста, может быть, вы там увидите какие-то элементы, может быть, увидите какие-то образы. Когда рисунок подсохнет, вы можете взять или цветные карандаши, или, допустим, ручку, или маркел, или фломастер, что у вас есть, да, и эти образы дорисовать. Вот то, что у вас получилось, дорисовать. Здесь также я так, вопрос, да, Риана, это только если хочется, стоит делать. Нет, это техника монотипии, то есть мы получили отпечаток, второй рисунок, отпечаток, да, и с этим рисунком нужно сейчас поработать. Почему? Потому что вот второй отпечаток, это наша работа с подсознанием. иногда в процессе работы в технике монотипия, да, вот допустим, когда я сама провожу данную технику, иногда получается даже и поработать бессознательно. В процессе проведения вот таких групповых работ мы что делаем? Мы даже можем коррекцию провести, где-то там и ресурс, а иногда бывает, что мы даже находим какое-то для человека направление, которое ему нужно развивать. И он даже не знал, что у него есть склонности или способности к какой-то деятельности. Вообще техника монотипии, можно сказать, она уникальна. дорисовали, если вы ее дорисовали. А также посмотрите внимательно, что у вас получилось и дайте название этой картины. название этой картины. То есть первая картина названия и вторая картина. И сейчас по ходу я вам разъясню по возрастной категории, что мы можем увидеть в этих рисунках у детей, у подростков, у взрослых людей. Для того, чтобы данную технику монотипия использовать в работе психолога, в работе психолога, да, и если что-то клиента, тот, кто нарисовал рисунок, что-то смущает, или может получиться так, что у него пропало настроение, или стал он более встревоженным, да, но что-то ему не нравится в данный момент. Это означает, что у данного создателя картины есть что-то, что его вот встревожило, да, работа же психики идет, и психологу нужно обратить внимание и спросить, что изображено на втором рисунке, и клиент может даже что-то сделать, он может создать, составить какой-то рассказ, он может даже как бы рассказать о том, что его не устраивает в данном рисунке, и психолог уже получает что-то запрос и начинает работать с этим. Ну, конечно, для того, чтобы, скажем, этот запрос увидеть, затем в последующем проработать его, скорректировать, для этого нужно иметь знание, то есть пройти обучение, да, по арт-терапии. Почему? Потому что те, кто обучается на арт-терапевтах, то там мы изучаем, что цветовую гамму, каждый цвет что-то означает, да, потом там может быть и использование различных подходов, можно даже использовать и метафоры, и, конечно же, мы должны слышать, что нам говорит создатель этой картины. Если мы работаем с дошкольниками, здесь было, что в детском саду, в детском саду обычно используют данную технику монотипе для развития творческих способностей, развития творческих способностей, затем для того, чтобы ресурс открыть, ресурсные, обычно у детей картины бывают, интересные очень картины у детей получаются. Если, допустим, ребенок что-то тревожит, конечно же, он может использовать такие цвета, более темные цвета, или даже иногда бывает, что мы смотрим на рисунок, и там что-то такое бывает страшное, угрожающее, на это нужно обратить внимание, и если вы, допустим, воспитатель, и не можете сделать анализ, в детских садах у нас есть психологи, можно потом потихонечку обратиться к психологу, психолог с данным ребенком поработает, посмотрит, проведет еще дополнительные методики, и определит, скажем, что беспокоит ребенка, какая у него проблема. Для младшего школьного возраста, для учащих с первых четвертых классов, данная техника монотипы тоже эффективна, ее можно проводить, вот дети в первый класс поступают, для сплочения в коллективе, для адаптации, для того, чтобы поднять самооценку, также технику монотипы можно провести в конце первого класса, для того, чтобы что сделать, отследить, что было в начале сентября, и что в конце там в мае. для подростков данная техника монотипы, она дает очень много информации, если это психолог, вообще о психологическом состоянии подростков, мы можем считать по рисунку, для юношеского возраста, 9-11 класса, также можно эту технику использовать, я это проговариваю, почему, потому что среди нас, наверное, есть учителя, если есть учителя, поставьте плюсики, и как бы для юношеского возраста также учителя нужно использовать данную технику монотипы, можно даже провести родительское собрание, библиотека, можно провести даже родительское собрание, можно поработать, если есть возможность, если есть время, поработать с родителями, данная техника, ну, и, конечно же, для взрослых людей, эта техника очень эффективна, и вот данную технику сегодня, почему я вам предлагаю, вы ее можете использовать, да, можно использовать, когда, если мы имеем психологическое образование, если цвета, там, Алюшева вы хорошо знаете, то и обучались на арт-терапевте, то нужно полноценную диагностику рисунка по цветовой гамме выполнить. но когда мы, Риана, когда мы рассматриваем рисунок в цвете, да, мы акценты не делаем на цвета, мы смотрим на полную картину, на образы, что изображены, и когда делаем анализ, мы слушаем клиента. Психология, даже когда мы допустим используем метафорические карты, может быть вы метафорические ассоциативные карты, может быть вы знакомы с этим, клиент берет карту, на карте что-то изображено, да, и мы слушаем, что говорит клиент. Мы не должны думать о том, что мы видим, мы должны слушать, что нам говорит клиент. Достаточно будет повышения квалификации по арт-терапии, но смотря какая, какой курс повышения квалификации, потому что курсы повышения квалификации, они могут быть просто как в формате знакомства, теоретического знакомства, а может быть повышение квалификации, где обучают именно техникам работы арт-терапии и потом интерпретации. Но количество часов, ну, допустим, если обо мне говорить, у меня есть курс повышения квалификации 72 часа, я там даю практику, обучаю студентов, но те, которые я проходила, там были теоретические курсы, ну, а потом в последующем я очень заинтересовалась и потом прошла обучение на арт-терапевты и сейчас это использую, потому что вижу, что есть результаты. Так, с рисунком давайте мы посмотрим. Значит, среди нас есть учителя. Я предлагаю учителям данную технику использовать не только с детьми, а использовать и в своих целях для поддержания своего здоровья. Вот здесь у нас на слайде я проговаривала, посмотрите, домашняя арт-терапия, можно использовать домашнюю терапию для того, чтобы позаботиться о своем психологическом состоянии, о своем психологическом здоровье, потому что учителя загружены целыми днями, работают с детьми, потом дома нет сил, вы можете что сделать? Порисовать. Кто-то 30 минут рисует, кто-то час рисует, кто-то два часа. Я вот влюблена в арт-терапию, допустим, бывает, что очень сильная усталость и в конце дня я могу посвятить час или два рисуя то, что и как бы я высвобождаюсь и привожу себя в порядок. Также при помощи арт-терапии можно проводить профилактику различных заболеваний. Если среди нас есть клинические психологи, мы знаем определенные симптомы физиологические, психологические, социальные, если мы видим, что у нас что-то там немножко выпадает, да, какой-то уровень, мы можем себя привести в порядок при помощи психологический уровень, поднять уровень при помощи арт-терапии. Если физиологически, психологически работаем и физиологически там уже знаем к какому доктору обратиться. Также для профилактики некоторых заболеваний, а если уже есть заболевания, то арт-терапия, она тоже очень хорошо работает. И учителям, допустим, второй способ войти в состояние потока, то есть найти ресурс в конце рабочего дня, потому что нам нужно отойти ко сну, нам нужно восстановиться, нам нужно отдохнуть и утром с новыми силами продолжить свою профессиональную деятельность. И, конечно же, способ отвлечься от мыслей, тревожные мысли могут быть, которые нам мешают, может быть, мы не можем решить какую-либо проблему, или, может быть, не можем найти какой-то выход из какой-то ситуации, и это вызывает волнение, мы не можем его остановить, вот, пожалуйста, рисуем, и что делаем, выбрасываем на рисунок то, что нас тревожит. В процессе рисования мы можем получить направление в дальнейшей нашей деятельности. Это для учителей, для кто у нас, родители, есть, да, если есть родители, поставьте, пожалуйста, плюс. Может быть, родители, есть родители, родители, также можно что делать, чтобы ребенка, младший школьный возраст, средний школьный возраст, подростковый, юношеский, чтобы ребенка приблизить к себе, чтобы вы были значимым, да, для своего ребенка, вы также эту технику можете использовать. Да, вот психолог и родитель, психологи и родители, да, сначала все техники, на ком проводят, на детях, да, своих, там интерпретацию бывает сложно, да, проводить, но в данном случае технику монотипию можно проводить для ресурсного состояния, чтобы выйти в ресурс. Или по рисунку, если вы имеете психологическое образование, вы можете увидеть то, что беспокоит вашего ребенка, то, что беспокоит ребенка. Так, ну фотографию вы можете, да, сюда выслать, но только открывать мне, конечно, немножко страшновато, потому что система... Так, посмотрите теперь внимательно на свои рисунки. Я думаю, пока мы с вами беседовали, вы что-то там дорисовали. то, что вы нарисовали, посмотрите внимательно. У вас рисунок, второй рисунок, оттиск, он вас устраивает? Когда вы на него смотрите, какие эмоции, какие чувства у вас возникают? Вы можете написать. какое состояние, в каком состоянии вы пребываете сейчас? Может быть, у кого-то волнение, тревоженность? Радостное, да, вот у Анны, да, радостное состояние. То есть изначально напишите, пожалуйста, Анна, первый рисунок, название, что вы там изобразили. Буквально, как бы, словосочетанием, если есть возможность, первый рисунок. Позитивно, ресурсно. Я рада, вот Екатерина Кузьмина, пишет, позитивно, ресурсно. Это второй рисунок, Очень хорошо. То есть сейчас, в данном случае, у вас получились оттиски отпечатки именно в направлении ресурсного. Так, первый рисунок цветок счастья, второе вызывает умиление. То есть сейчас у вас состояние, видите, даже как бы мы не видя, я не видя вас, да, что получилось. Очень хороший, да, и рисунок. То есть вы внимательно меня слушали, вы доверились мне. спасибо. Лия, да, написала, спасибо, вы доверились мне. У вас очень так хорошо получилось, да, сейчас побежала. у меня первое заглавие радость, так, спираль, название спираль, розовые, так, так, сейчас, розовые спиральки и желтые точки, завитушка в спирали, а второй рисунок птица надежды, ангел свобода, вот Екатерина Кузьмина у вас, конечно, интересно. Вы с запросом рисовали, Екатерина Кузьмина? Надежда, и запрос у вас, значит, был. Лайка формула, озабоченные лица, что-то тревожит, да? На втором рисунке я дорисовала птичку в желтых гирляндах, да? Так, у Анны у нас что тут было? Первое, это спираль, да? А, вот у вас спиральки были, спиральки, желтые точки, завитушка в спирали. Тут даже можно продиагностировать, но, конечно, чтобы диагностика была верной, нужно видеть рисунок. И в дальнейшем вы дорисовали птичку в желтых гирляндах. Так, Анна, Кирюшкина, да? То есть ресурсный. Там что-то в спиральках вложено было. Запрос, и сейчас он в форме птички в желтых гирляндах. Выход, выход, и найдете способ. Множество маленьких рисунков. Ну, нужно, конечно, увидеть рисунок множество. Может быть, очень много. Так, название птичка в веселом хаосе. Так, да, Екатерина Кузьмина, то, что вы написали, там уже чувствуется, что запрос. Конечно, хочется увидеть рисунки. Так, напишите, пожалуйста, те, кто, вот второй оттиск вы нарисовали, там, дорисовали, да? смотрим на рисунок, но что-то вас настораживает. Есть такие? Нет таких, да? То есть, у всех получились позитивные рисунки. То есть, вам приятно на них смотреть, так? Если так, плюс поставим. ничего там в рисунках. Ничего не тревожит в рисунках. Потому что, если мы сейчас там что-то, как бы, ваше тревожное состояние есть, мы можем немножко подкорректировать. Но я рада. Сегодня, значит, у нас, видите, и настрой получился, и в ресурсном. А теперь, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Вот перед тем, как нарисовать первый рисунок, в каком состоянии вы были? И потом, когда вы получили оттиск, дорисовали, у вас получилась совершенно другая, да, картинка. Там какое настроение у вас, какое состояние, оно изменилось? Вы что-то почувствовали изменения? огонь у нас тут загорается, пламя, да, это означает, что, скажем, ваше состояние улучшилось, да, позитивную сторону. Так, хорошо, заметно изменилось в лучшую сторону, я очень рада. не изменилось, Лия была в спокойном состоянии, сохранился интерес и спокойствие. Лия, скажите, пожалуйста, будете использовать данную технику? В первую очередь для себя, чтобы позаботиться о себе. Интересно, да, но я смогла вас увлечь. к радости добавила спокойствие и огромная внутренняя любовь, да, вот как хорошо, Майя, смотрите, сначала было радостно, но потом спокойствие и внутренняя любовь, спасибо, планировала пейзаж, а получился портрет. Гульнара, посмотрите, портрет там, может быть, вы видите конкретно, чей портрет? то есть данную технику монотипе, я думаю, вы будете использовать, да, будете использовать и применять. В первую очередь, конечно, для себя можно использовать с детьми для того, чтобы как бы улучшить их состояние. Небольшой дискомфорт был, да, и озабоченность. А после что там уверенно, радостно, энергично нарисовала сердце на первом рисунке, а когда увидела купол бликами, похожими на огонь. Да, это интересно. Кто это пишет? Мария нарисовала сердце на первом рисунке. А как вы, Мария, сейчас себя чувствуете? Вот купол с бликами похожими на огонь. Состояние как? Так, у Веры состояние не изменилось, беспокойное. Здесь у нас Вера. Вы, когда рисовали первый рисунок, также вспоминали какую-то ситуацию, да? если у вас было беспокойное. Хорошая, а теперь Мария, хорошая и спокойная. Вера, состояние не изменилось, беспокойное. На втором рисунке что у вас там? так, Риана, у вас что-то нарисовал вот человека с душой, сердце посередине, ощущения, душевное спокойствие как раз не хватает. Ну, вот, чтобы душевное спокойствие, нужно будет что делать? применять, работать в технике арт-терапии. На втором рисунке отпечатку красной огоньки. Так, Светлана, хочу спросить, кто на меня смотрит огромный? Ну, вот, это на втором рисунке, да, Светлана, вы пишете, что там вот огромный смотрит на вас, синего цвета, похож на животное. Вот вы и ответили, Мария, да, на свой вопрос, то, что утрата годовщина, до утраты. Здесь нужно будет поработать с утратой вам. Если вы будете обращаться к специалисту, если к специалисту обращаться не будете, то в технике вот арт-терапии можно будет поработать, вы можете рисовать каждый день вот эту монотипи и потом отслеживать свое состояние. годовщина, здесь скорее всего утрата. Горевание. Просто мы же знаем, как бы несколько же этапов мы должны пройти после потери человека, тем более мама, да, и там этапы определенные. Если вам сложно, то нужно будет обратиться к специалисту, психологу, да, он вам поможет сопроводить вас в период вот горевания, пройти этапы. Но если вы, скажем так, не желаете обращаться за помощью психологической, здесь можно использовать монотипию. Да, ну вот тема, то есть вы сегодня присутствуете, эту технику, скажем так, практически поработали, и можете в дальнейшем попытаться проработать. Пожалуйста. Так, теперь смотрим еще раз на наш рисунок. Название вы записали, да, записали, и в процессе, скажем так, мы же вот кое-что обсудили с вами, да, посмотрите внимательно, может быть, вы хотите что-то дорисовать? Может быть, сейчас возникли какие-то образы, или вы хотите что-то добавить к вашему рисунку? там, мне интересно было, у кого-то спираль, да, спираль, потом на оттиске там птичку дорисовали, да, птичку дорисовали, посмотрите на вот этот рисунок, может быть, вы там еще что-то хотите добавить, потому потому что, да, спирали птичка Анна, вот второй рисунок вы сказали, что там птичка, внимательно посмотрите, может быть, еще что-то дорисовать, почему, потому что попробуем сделать еще коррекцию, птичка в данном случае, скорее всего, вы о чем-то может быть подсознательно, когда начинали рисовать, о чем-то как бы послали мысль, да, определенную, и она у вас трансформировалась в рисунок, и видите, оттиск такой получился, птичка, подумайте, если не желаете, не дорисовывайте, а если вдруг возникло сейчас желание дорисовать, попробуйте мне напишите, что вы там дорисовали, потому что мне интересно, я вот сейчас у меня есть мысли, я пока говорить не буду, потому что я рисунок не вижу. Так, вопросы у нас здесь были, да, но пока вот вы думаете, дорисовываете, пишете, Лариса у нас, как вы относитесь к нейрографике? Вы, Лариса, занимаетесь нейрографикой? Ага, дорисовали фиолетовые звездочки на белых местах. Фиолетовые звездочки, да? Анна, у звездочек там сколько конечностей? У звездочек сколько? Пять, да, конечностей? Фиолетовые звездочки. Интересно, интересно. Рисунку ангела дорисовала руки, в которых сердце. Вот у нас уже девушке коррекция пошла. Так, здесь у нас вот со звездочками на белых местах. Сколько звездочек нарисовали вы? Анна? 12 звездочек. Один раз очень. 12 звездочек. Ну, здесь, Анна, вы можете с этим рисунком после эфира еще поработать. Вы подумайте, может быть, это 12 ваших каких-то сфер, куда вы прикладываете усилия, а может быть, это значимые какие-то события, что-то связано с этим направлением. Посмотрите, то есть вам выдало. Или, может быть, вы уже даже не знаете, что означает птичка и звездочки как бы в помощь этой птичке. Так, Лариса, ваш вопрос, да, был, то, что про нейрографику. Так, нейрографика. Вы не занимались, и что тут пишется? Один раз очень болела голова, я решила попробовать, порисовать, да, нейрографику решили. Но был вопрос, как вы относитесь к нейрографике. Нейрографику я как бы изучала, я могу работать в технике нейрографики, но я нейрографику использую как вартерапию. использую, но так отдельно только нейрографику нет. Почему? Потому что как бы в 2021 году как бы как метод вартерапии нейрографику включили. Поэтому элементы нейрографики можно использовать. и по нейрографике вот я достала, я хотела показать рисунок, когда я рисую нейрографику. Допустим, у меня у самой есть запрос или допустим, я думаю, как мне поступить, мне нужно найти решение. Я сажусь и начинаю рисовать эту нейрографику. Вот один из рисунков я могу вам если видно показать. Здесь ладонь и сфера. Сфера. То есть здесь в данном рисунке что было? Был запрос. Я рисовала нейрографику по-моему в течение часа полтора часа и потом я нашла решение. Через два часа я нашла решение по своему запросу. То есть я активизировала свои состояния и нашла решение. Затем вот я сейчас хотела бы еще показать вам рисунок один. Такой рисунок кто что увидит. Рисунок да? Но этот рисунок я нарисовала после консультации консультации да? Два часа была консультация мужчина 45 лет и как бы вот здесь в этом рисунке посмотрите через весь рисунок идут как бы нейрографические там линии да? Пересекают здесь все. А здесь посмотрите в этом рисунке по центру как бы глаз да? Глаз рядом есть очень много возможностей очень много возможностей но как бы человек о них знает о них знает но он их не использует и посмотрите глаз вроде бы видит но не прилагает усилий и не хочет что-то делать тяжелый клиент был но я его пробила как бы поработали он вроде бы осознал эти как бы сферы его жизни которые можно что сделать взять в помощь чтобы выйти из той ситуации которая у него есть сложная но в последующем конечно долго этот клиент находился в таком состоянии еще можно посмотреть смотрите не только глаз да как будто бы еще и ракушка закрыта здесь вот какие-то эти есть то есть мне мое состояние было такое как бы он получил ресурс ушел а мне же нужно восстановить свои силы поэтому я села нарисовала вот эту нейрографику я поняла осознала что и как и как бы вышла в ресурс потому что бывают клиенты которые приходят для того чтобы найти подпитку специалиста и потом иногда бывает что если специалист как бы вовремя не закрывает дверцу можно так сказать да образно не закрывает то потом как бы идет связь с этим клиентом и мы начинаем его подпитывать но в данном случае я вот нейрографику отвечая на ваш вопрос я использовала нейрографику для того чтобы себя привести в порядок и чтобы он в дальнейшем не мог нанести какой-то там ущерб моему здоровью то есть нейрографику в принципе можно использовать если желаете но нейрографику конечно нужно освоить знать она же построена тоже на психологических психодинамических подходах если вы хотите использовать с клиентами то нужно очень хорошо владеть этой техникой и конечно знать с какими категориями использовать возбуждение процессов для некоторых больниц это плохо но нейрографика да там же нужно смотреть в каких целях с какой целью мы ее используем я вот в данном случае для ресурса здесь у меня рисунок был как бы с запросом у меня нет художественного образования я там где-то в начальных классах ходила в художественную школу два или три года но как бы потом не продолжала обучение я тоже когда я знаю что арт-терапия она очень эффективна использую различные методики и вот иногда получаются такие очень красивые рисунки также помимо скажем нейрографики я вам могу сказать что мандалы очень хорошо мандалы использовать вот допустим тоже арт-терапия рука и вот здесь тоже запросом рисунок был еще один рисунок то что под рукой могу показать это стопа моего ребенка уже это наверное два года назад рисунок был здесь тоже был запрос и рисунок такой интересный получился рисунок поэтому я можно так сказать вам говорю о том что используйте арт-терапию своей профессиональной деятельности учителям да родителям с детьми рисуйте потому что можно думаю выделить 15-20-30 минут краски карандаши они как бы доступны да и для поддержания здоровья специалистам психологам конечно желательно овладеть да ну вот здесь пишут да что нейрографика помогла в учебе и в долгосрочной перспективе так Оксана а как вы относитесь к метафорическим ассоциативным картам работать с картами да я очень хорошо отношусь к метафорическим ассоциативным картам это инструмент работы психолога и также я обучаю работать с метафорическими картами потом я работаю используя психодинамический подход Карла Густава Юнга вот в арт-терапии как бы Карла Густава Юнга да когда мы интерпретацию проводим потом метафорические ассоциативные карты еще я занимаюсь песочной терапией песочной терапией очень длительное время также у меня есть курсы по подготовке так вопросы еще есть да теперь мы обратимся к рисунку напишите пожалуйста кто еще дополнительно что-то дорисовал и как ваше состояние но пока вы думаете и пишете да говоря о нашей сегодняшней теме да говоря о нашей сегодняшней теме то что как можно использовать арт-терапию психолого-педагогической деятельности детьми и взрослыми мы познакомились с техникой которая называется монотипия она бывает разных вариантов да разные варианты почему потому что мы используем разные материалы поэтому и значит арт-терапию техники арт-терапии можно использовать педагогической деятельности учителям воспитателям дошкольных образовательных учреждений психологам родителям да напишите пожалуйста кто будет использовать технику монотики варианты какие это бумага да мы используем вот здесь делаем на бумаге второй вариант мы можем использовать что вот эти пластиковые наши да пластиковые как они называются и третий вариант это органическое стекло органическое стекло вот обычно я дошкольника младшими школьниками используя а вот это можно использовать со взрослыми также с младшими но в основном вот бумага плотная бумага я очень рада что почти все да пишут что будут использовать использовать технику я очень рада да для себя для семьи конечно для себя нужно как бы находить ресурс а когда еще вот эта техника да я хотела бы сказать техника монотипе она чем хороша когда мы ее используем когда мы работаем с этой техникой мы можем даже что сделать открыть для себя новый путь реализации она ресурсная мы можем найти скажем так новые подходы в своей деятельности додумать целесообразность интересно буду пробовать так Оксана спасибо но подробный разбор у нас как бы получился бы если бы мы видели рисунки но как бы по тому что вы писали я попыталась если мы будем видеть рисунок там уже можно очень хорошо посмотреть да органическое стекло оно есть в этих знаете в магазинах есть творчество где творчество небольшие большие не нужно нужно использовать поменьше они есть вот половина бумаги А4 и формате А4 они вот хорошо используются но вот Риана ваш вопрос какие можете посоветовать пособия по арт-терапии для расшифровки для того чтобы как бы делать интерпретацию рисунков по арт-терапии по пособиям этому невозможно обучиться нужно конечно курсы пройти и но пособия можно использовать для того чтобы научиться проводить эти техники а если вы глубоко хотите этим заниматься у вас психологическое образование если вы психолог или будущий психолог то конечно желательно пройти обучение и вы научитесь интерпретировать учебные пособия ну можно КПЛов вот в Матон в Санкт-Петербург КПЛов доктор медицинских наук КПЛов там несколько пособий те которые были изданы в начале конце 20 в начале 21 века они касаются конкретно арт-терапии техник есть у него там как описывать затем а сейчас последние работы они больше клинического характера почему потому что арт-терапию используют сейчас очень хорошо психотерапевты клинические психологи вот да это Татьяна пишет на офисном файле делала сегодня один рисунок файл да но он только не плотный можно да пленка как бы спасибо Екатерина за слова да с учениками вот Майя да учитель вы учитель начальных классов если учитель начальных классов там очень хорошо со средним звеном тоже подростками хорошо работать да рисовать нужно постарайтесь уделять ежедневно 15-20 минут у меня допустим я работаю в университете у меня есть студенты которые с собой носят блокноты такие с плотными плотно альбомные листы блокнота и носят с собой карандаши то есть когда допустим в течение дня что-то нужно они быстренько могут что-то сделать привести себя в ресурс привести себя в такое скажем так эмоциональное состояние стабильное рисует в школе очень рада что вот учителя пишут что с детьми вот не хватило подробного разбора и рисунков да но если в дальнейшем у нас будет встреча то там я постараюсь отобрать рисунки которые можно скажем так демонстрировать но то что у меня на данный момент есть это клинический случай наталья у вас практический курс но здесь татьяна я могу на этот вопрос ответить да татьяна так монотипи так риан только пока учится хорошо вот учитесь и потом да интересная практика но непонятная с интерпретациями хотелось бы глубже узнать да сегодняшний наш вебинар он же был чисто как бы теоретически но я постаралась практически вам показать как работает данная техника до интерпретации этому конечно нужно обучаться видеть рисунки это только вот первый вебинар я посмотрю в следующий раз допустим можно будет мне включить некоторые рисунки какие могут быть ресурсные какие могут быть в коррекционном плане спасибо я детьми рисую на урок пытаюсь у них это развивать да творческая Елена верно конечно детям нужно почему потому что мы все знаем дети рождаются рождаются с множеством природных задач все мы с вами уникальны при рождении у нас очень много природных задатков если в раннем детстве родители или тот кто скажем так осуществляет уход за детьми создают образовательную развивающую среду эти задатки развиваются они проявляются как склонности затем способности да и даже может получиться так что вы раньше допустим не рисовали или вам не нравилось или может быть и вы думали что я не умею рисовать у меня не получится вот у вас появилась возможность вы сейчас используя монотипию будете создавать такие красивые картины у вас будет динамика а потом можно и использовать другие техники арт-терапии и будут красивые рисунки арт-терапия используется не красивый рисунок а мы работаем именно с психологическим состоянием человека нас интересуют его психические процессы состояния свойства да копытин а я а я копылов да сказала извините потому что я нескольких авторов но вот в доступе да копытин есть доступе вы даже скачать можете но скач там эти учебные пособия они более раннего года издания а есть еще новые так хорошо видите светлана пишет что я вызвала интерес к монотипе монотипе очень рада так тренер по фигурному катанию буду использовать в работе со спортсменами да софья верно вы подметили почему потому что психология здоровья там есть практические методы использования то есть состояние спортсмена нормализует приводит в порядок и особенно перед выступлениями серьезными я очень рада что как бы вы увидели то что можно применить своей так да флексография это тоже один из видов монотипе там да есть есть верно там несколько что Игорь написал студенты иногда вместе с преподаватели психологи больше пользуются да монотипи конечно еще вопросы будут монотипи она скажем так дана в описании да как вид как вид который в арт-терапии вид арт-терапии но для того чтобы провести интерпретацию нужно посмотреть именно обучиться интерпретации арт-терапевтических рисунков арт-терапевтических и если вы допустим обучаетесь по арт-терапии допустим там диплом может быть профессиональной переподготовки там и значение цветов также используется и дается еще вопросы у вас будут по рисунку как по второму кто еще что-то там дорисовал увидел если нет то тот рисунок который у вас получился он вас устраивает он вам помог может быть увидеть что-то новое может быть сейчас вы задумались над тем если особенно те которые с запросом рисовали вы задумались над тем как решить тот вопрос который вы задали себе первом рисунке посмотрите и подумайте об этом еще один вопрос да так эльмира отвечая на вас на ваш вопрос да как использовать это для совсем маленьких детей или только для взрослых так маленькие дети это раннее детство до пяти лет если допустим речь идет о маленьких детках маленьких да совсем детях значит не монотипы а вообще краски можно использовать до пяти да но здесь отвечая на ваш вопрос для совсем маленьких детей значит если у нас скажем ребенок до года ребенок до года мы используем пальчиковые краски пальчиковые пальчиковые краски они рекомендованы для детей младшего возраста именно до года 4 основных цвета красный желтый синий зеленый работаем как ребенку даем ватман садимся вместе с этим ребенком и при помощи пальцев создаем различные там рисунки эльмира вы услышали да то есть маленькими детьми до трех даже до пяти лет можно использовать пальчиковые да пальчиковые краски они не вредны для здоровья ребенок даже до года может эти краски как бы пальчики свои брать в рот работа как бы эти краски не нанесут вред здоровью но они что делают они активируют развитие всех психических процессов потому что мы знаем на пальчиках находятся нервные окончания которые стимулируют работу головного мозга и вообще есть рекомендации и воспитателям и родителям и психологам с детьми рисовать пальчиковыми красками коллективно можно да можно создавать там коллективно как 3-4 ребенка если пятилетние они создают один рисунок на ватмане можно индивидуально работать можно в семье если допустим есть некоторые проблемы да у ребенка обращаются к психологам можно использовать коллективно в семьях мама папа там да дети вместе создают работают можно даже не можно а нужно 4 основных цвета это красный желтый синий зеленый базовые базовые цвета а потом их смешение дает как бы другие цвета и даже вот по люшеру там основные же 4 цвета а потом сопутствующие состояние там серый черный коричневый фиолетовый 4 цвета пальчик да пальчиковые краски создавать там тоже можно смотрите можно использовать монотипе на большом листе дети нарисовали и каждый ребенок который что-то нарисовал даем ему бумагу а4 и делаем оттиск и у каждого ребенка получается свой рисунок который он потом может еще что-то дорисовать между прочим эти пальчиковые краски можно использовать не только с детьми можно использовать и со взрослыми особенно это хорошо работает у пожилого возраста люди пожилого возраста пальчиковые краски больше нет вопросов пожалуйста пожалуйста так еще вопросов если нет да то татьяна по времени у нас как там я не посмотрела во сколько мы начали спасибо спасибо уважаемые слушатели за вебинар я хотела бы поблагодарить вас за что за то что вы доверились и я рада что через скажем так расстояние вы смогли что сделать услышать меня и создали какие картины позитивные да позитивные и ресурсные потому что все здесь отписывались и писали о том что состояние ваше что сделало улучшилось да было спокойное улучшение я рада что данный данная тема для вас была полезна мне тут написали что все да по времени Татьяна так мне нужно выйти спасибо за время которое вы уделили и рада была быть вам полезна ваше спасибо